Есть потенциальный рекрут, я могу каким-то образом провести с ним регистрацию, он будет зарекрутирован, дальше опять же мы возвращаемся к вопросу сопровождения, к вопросу системы. Поэтому помимо того, что мы можем искать себе новичков либо клиентов этой программой, конечно, существует еще масса методов и поиска людей, и процесса их рекрутирования, и, конечно, системы их сопровождения. Я думаю, что мы вот в этом направлении хотели бы дальше продолжить. У нас есть еще один эксперт, который готов поделиться как раз своей системой, рассказать нам свои фишки, и я знаю, что фишки очень интересные. И когда я увидел информацию впервые, когда мы только начали договариваться с экспертом, у меня был вопрос. Я, конечно, знаю имя, фамилию данных лидеров, я о них наслышан, даже видел некоторые записи в Ютубе, некоторых собеседований, но у меня возник вопрос. Надежда Вячеслав Санникова, старшие директора. Я знаю, что у них классные фишки, Надежда, я надеюсь, сегодня нам об этом расскажет, но у меня был вопрос. У нас же конгресс золотого уровня, а Надежда у нас в звании старший директор. Но вопрос был тут же решен, когда я узнал, что Надежда, конечно, в звании старший директор, но при этом в открытой квалификации золотого директора, старшего золотого директора, сапфирового директора и бриллиантового директора. Я прав, Надь? Да, все верно. Поэтому, Надежда, вам слово, мы очень внимательно вас слушаем. Добрый день, Арифлейм, добрый день, лидеры. Очень приятно выступать сегодня в этом зале перед таким огромным количеством успешных предпринимателей. Большая честь. Действительно, Надежда Санникова, город Барнаул. Называю город кузница алтайских бриллиантов. Немножко о себе, наш бизнес, это бизнес истории. Хотелось бы рассказать, наверное, о том, как я пришла, зачем пришла, что делаю, и немножко о своей системе работы. Я замужем, у меня два замечательных сына. Пришла я в этот бизнес, будучи мамочкой в декрете, маленьком, на момент регистрации было всего пять месяцев. Наверное, благодаря нему я пришла. И, конечно, хотелось уже, наверное, реализовать мечты своих детей, потому что их становилось все больше. До компании Арифлейм я сотрудник банковской сферы, более 10 лет отработала в банках. И когда еще я была сотрудником, я понимала, что нужно что-то смотреть на стороне, как-то развиваться, искать какие-то возможности, искать возможности бизнеса, потому что свободы на наемной работе абсолютно нет. Ты принадлежишь на 100% работодателю. Я думаю, кто работал на наемной работе, понимает, о чем я говорю. И я понимала, что нужно смотреть именно в интернет, потому что, будучи мамочкой, хочется проводить время с семьей. И я начала традиционный бизнес, я начала продавать женскую одежду в интернет. Я думаю, многие одевают своих деток, есть те, кто одевает своих деток, одевают себя. Может быть, у кого-то опыт такой есть. И я открыла магазин, даже традиционный, но основная реализация продукции была именно через интернет. Все было хорошо, было очень много покупателей, 5000 друзей в Одноклассниках, и мой бизнес в один день буквально закрылся. Страничку в Одноклассниках заблокировали. Четыре месяца я магазинчик подержала и его закрыла, потому что очень сложно было реализовать продукцию. И таким образом я начала рассматривать варианты бизнеса в интернет. От Арифлейм я предложение получала в последний год. То есть вот будучи предпринимателем, мамочкой там, малыша, я получала очень много предложений. Я искала себе потом спонсора. То есть почему именно пришла я в команду продвижения? Потому что я разобралась, что команды очень много, проектов много, но команда продвижения – истоки с Барнаула. Я сама с Барнаула, поэтому я начала целенаправленно искать себе спонсоров. Я очень рада, что я в Одноклассниках нашла своих любимых Родионщиков. Алена Иван. Хочу им поаплодировать. Спасибо огромное ребятам. Конечно, хочу поблагодарить следующих спонсоров. Диму и Гармина с Вероникой. Это вышестоящие спонсоры. И наших родителей, семью, Долженко, наши вышестоящие спонсоры. Наверное, та система работы, которая есть у наших партнеров. Я пришла в нее и очень благодарна, что она была в тот момент такой. Когда я зарегистрировалась к ребятам, они уже буквально уплывали. В 2014 году это был круиз по Европе. И я благодарна тому, что они уплыли. И я сразу взяла ответственность на себя в свои руки. Начала активно рекрутировать, регистрировать. Теплый, холодный. Я абсолютно никогда не боялась давать информацию о бизнесе в нашей компании. Потому что был опыт продаж бизнеса. Был опыт продажи банковского бизнеса. Поверьте, намного сложнее, чем продавать бизнес в компании Reflame. И опыт коммуникации, продаж, презентации. Конечно, эти навыки дали мне возможность стартовать быстро. Ой. И зарегистрировалась я 6 сентября 2014 года. Ровно через полгода открыла звание директора в компании Reflame. И ровно через год открыла звание бриллиантового директора. Конечно, это командная работа. На сегодняшний день в моей организации 10 растущих команд. 6 на уровне 22%, 18%, 15% и 2 команды на уровне 6%. С чего начался бизнес? С мечты. Будучи сотрудником банковской сферы, я реально только мечтала о путешествиях. Потому что отпуск у нас 2 раза в год по 2 недели. И никогда тебе нужно, когда хочется твоему работодателю. И очень мало поездок было, тем более с семьей. Потому что детки маленькие, маленького возраста. И когда я пришла, это был сентябрь, был Египет. Стартовал Египет. Я прям реально им очень заболела, загорелась. И вот эта мечта, она меня повела. Поэтому я всегда своим партнерам рекомендую начинать бизнес именно с мечты. Нужен такой двигатель, который будет вас реально возбуждать. И если вот вы чего-то добились и застой, надо ставить следующую планку. Нужно ставить следующую цель, которая вас будет двигать. Ежедневно двигать, несмотря ни на что. И когда нужно было открыть квалификацию 15%, я открыла квалификацию 22%. Вместо 30 квалифицированных рекрутов было 100 квалифицированных рекрутов. Следующая планка, которую я взяла, конечно, это надо было уже запланировать следующую поездку. Потому что Египет просто, ну не знаю, он просто взбудоражил все мое сознание. Я поняла, что вот это та мотивация, которая меня будет двигать. В Сочи мы едем уже командой. За первую волну у нас прошло 11 партнеров. Вместо 90 квалифицированных рекрутов было 423 квалифицированных рекрута. Я знаю, что за вторую волну мы утроим наши показатели и поедем уже огромной командой. Следующая цель была, это благодаря компании Reflame, это США, Майами. И, конечно, она меня просто взбудоражила. Я поставила цели и в не пятом каталоге открыла квалификацию бриллиантов, в третьем каталоге. Важно очень ставить цели, важно очень планировать, ежедневно действовать, и результаты будут у каждого. Я благодарна своим партнерам, которые поднимают мне все время планку. И когда я открыла золото, они подарили вот такую замечательную коробочку с 12 морковками. Было очень приятно, да, креативненько, но тем не менее планку я поставила до конца года вырастить 12 лидеров, 12 драгоценных директоров. И я знаю, что только лишь с ключевой командой, с лидерами можно идти по лестнице успеха, да не только идти, наверное, обижать. И я очень благодарна своим партнерам, которые меня ценят, да, вот это признание от компании. Вот фотография моих лидеров в Барнауле, нас собирается сейчас очень много. Последний раз мы собирались более 40 человек. Я собирала их в конференц-зале, уже проводим такие встречи по-теплому. Поэтому подарили такой замечательный баннер, да, баннер около дома. Очень было приятно, что так команда ценит, наверное, то, что я им даю. Хочется больше теперь отдавать. Я, наверное, сейчас понимаю, что чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Итак, друзья мои, система работы. Я думаю, что система работы есть у каждого партнера, у каждого лидера. Система обучения, система сопровождения, рекрутирования, система – это ежедневно повторяемые действия. Самое главное – наши действия должны дублицироваться, они должны передаваться. Они должны быть настолько простыми, чтобы их смогли повторять наши партнеры. С чего начинается бизнес? Знают все правила для новичков, да, правила 3П – покупай, приглашай, постоянно обучайся. Но бизнес начинается с организации 3О, да, с организации системы обучения вашей, системы сопровождения вашей команды, система организации не только личного, но и группового товарооборота. Важно подойти к бизнесу с позиции организации. Не просто покупай для себя, важно организовать, потому что многие приходят, и если мы говорим про организацию 150 баллов, у многих возникает вопрос. Важно не пугаться, важно просто рассказать про инструменты, которые есть, и рассказать про систему. Тогда уже предприниматели начинают вникать в эту систему и начинают со временем организовывать свою. Но не важно, где мы рекрутируем. Понятно, что есть теплый, холодный рынок. Важно, как мы подаем информацию. У каждого лидера, у каждого партнера моей команды есть альтернатива, есть способы подачи информации. Их на самом деле должно быть много, мы должны быть гибкими, мы должны быть универсальными, мы должны быть профессионалами. Так вот, мы должны вовремя подстроиться под наших кандидатов. Я думаю, сталкивались и вы, и ваши партнеры всегда вам задают вопрос. Появился отклик, что делать дальше? Как донести информацию? Как правильно продать наш бизнес? Так вот, не важно, какие мы используем методы переписки, отправки информации, бизнес-предложения, приглашения на вебинары, отправки роликов для рекрутирования. Важно использовать технику продаж. Важно подавать информацию правильно. Но я в своей команде использую больше именно скайп-собеседование. Я за голосовую подачу информации. Сама пришла я до нее не сразу. Несмотря на то, что я умею продавать, рассказывать, продвигать бизнес, я три месяца переписывалась. Просто я не знала про этот метод. Когда я узнала, я поняла, что именно это тот инструмент, который поможет продвинуть мой бизнес. И на трех каталогах я была на 15%, три каталога. И вот как только я начала продвигать бизнес именно скайп-собеседованиями, там дальше уже было 18% и сразу 22%. То есть это эффективный способ подачи информации. Почему скайп-собеседование? Потому что это удобно, это быстро, это профессионально, это результативно и самое главное, это дублицируется. Пока с экрана, если мы проводим скайп-собеседование и используем пока с экрана, вот четыре кругляшечка, через плюсик, заходим при общении с нашим кандидатом, мы можем показать скрины, справки, факты, онлайн кабинет, показать, что это вы, что вы там директор, либо менеджер, либо консультант, тот, кто проводит скайп-собеседование, что у нас все прозрачно, что мы действительно те, за кого мы себя там выдаем. Мы можем показывать одновременно презентацию онлайн слайда, коротко презентацию. То есть очень много дает показ с экрана. И можем показать нашу анкету, показать, что нам нужна серия номер паспорта, многие ее боятся, и сразу онлайн зарегистрировать. Сразу можно запускать новичка, сразу можно показать систему запуска, это и чаты, это и коуч-сайт и так далее, и так далее, и так далее. Всегда актуально живое общение. Наш бизнес, бизнес отношений. И очень важно вот этот мостик делать от кандидата до партнера и до друга. Самое главное, когда мы становимся друг другу ближе, когда мы вникаем в ситуацию каждого конкретного партнера, дальше начинается уже действительно такой живой бизнес. С чего начать? Многие задают вопрос. Самое главное подготовить рабочее место. Настроить скайп, микрофон, это профессиональный инструмент, здесь не должно быть никаких пробелов. Установить свое фото на аватарку. Подготовить под себя скрипт скайп-собеседования. То есть вот текст, по которому вы вначале начинаете говорить. Их очень много, скажем так, лидеров много, тех, кто проводит скайп-собеседование, спикеров, но вы сделаете так, как комфортно именно вам. И, конечно же, очень важно, как я говорю, одевать корону на голову. Важно, чтобы вы диктовали правила, чтобы вы проводили скайп-собеседование. Они вас, да, начинали вам задавать вопросы. Важно пройти обучение, чтобы новичок запустился в проведение, используя самостоятельно свой личный пример проведения скайп-собеседования. Я провожу, новичок слушает. Я никогда не провожу скайп-собеседование, если новичок в этот момент не может присутствовать. Мне важно обучать, помогать, обучая. И очень удобно показывать трансляцию скайп-собеседования через вашу вебинарную комнату. То есть вы включаете скайп, вы общаетесь с вашим кандидатом, партнер, который пригласил этого кандидата, и параллельно вы включаете вебинарную комнату, трансляция идет на всю вашу команду, там 100 человек могут слушать, и еще можно и записывать через вебинарную комнату вашу трансляцию. Конечно, я использую записи на канале YouTube, у меня их очень много, есть отдельный плейлист скайп-собеседования, там есть и техника продаж, и реальные живые скайп-собеседования, которые я провожу ежедневно для своих партнеров, и записываю, чтобы уже, собственно, вы получали опыт. Важно продать идею бизнеса. Когда вы проводите скайп-собеседование, нужно иметь конкретно идею. И мы продаем интернет-магазин товаров народного потребления. Почему товаров народного потребления? Чтобы у человека, с которым мы разговариваем, мы должны говорить на его языке. Все мы мылись, у нас средства первой необходимости. То, что люди понимают, что действительно это продукт первой необходимости. Основные советы до проведения. Самое главное – держать диалог в своих руках, не позволять задавать вам вопросы раньше, чем вы откроете ваши карты. Ведите беседу очень уверенно, вы работодатель. На все вопросы, что за компания, что за фирма, отвечаем уверенно. Работаем по договору с известным брендом. Давайте я вам сейчас все расскажу. Дальше вы мне зададите вопросы. Многим страшно проводить скайп-собеседование. Почему? Потому что многие не знают, как ответить на вопросы. На самом деле вопросы у всех всегда будут одинаковые. И если мы с вами подаем информацию правильно, используя технику продаж, то, как правило, выявляя потребности, формируя правильно бизнес-предложения и отрабатывая качественно и профессионально возражения у ваших кандидатов, результат будет в большей степени положительным. Самое главное, конечно же, еще и правильно запустить в бизнес. Техника продаж скайп-собеседования. Неважно, переписываетесь вы, встречаетесь вы вживую, проводите вы скайп-собеседование, все начинается с приветствия. Если вы проводите скайп-собеседование, я, к примеру, говорю, добрый день, меня зовут Надежда, как могу к вам обращаться? Это классически спрашивается, потому что скайп может быть Наталин, а сидит, например, там Елена. Поэтому можно таким образом сразу начинать с приветствия и свои установления контакта. Меня зовут Надежда, как я могу к вам обращаться? Я нахожусь в городе Барнаул, где находитесь вы? У меня сейчас 12 часов дня, какой у вас часовой пояс? То есть моя задача установить контакт, моя задача выяснить, кто передо мной находится. Выявляя потребности, я могу задавать такие вопросы. Вы работаете основной или подработкой? У вас был опыт сотрудничества с компаниями в интернет? Вы приобретали себе продукцию в интернете? Ну и так далее. То есть вот такими вопросами я начинаю раскручивать своего кандидата, чтобы потихоньку начинать выявлять потребности для того, чтобы качественно сформировать бизнес-предложение. И когда я ему рассказываю про бизнес в нашей компании, если я информацию доношу правильно, поэтапно, когда я уже говорю про Арифлейм, у него уже все взрыв мозга, он уже понимает, что систему я ему так подала, что он уже не боится Арифлейм. И как правило возражений уже немного. Я еще говорю так быстро, что кандидаты не успевают сориентироваться и очень часто регистрируются. Статистика очень хорошая. Из 10 скайп-собеседований 7-8 регистраций. Сделка будет, я думаю, у каждого из вас, если вы будете работать, используя данную технику, и не только скайп-собеседование. Это практика продаж абсолютно любых продуктов, в том числе и бизнеса. Самое главное, мы должны растить профессионалов. Научившись проводить самостоятельно собеседование, партнер уже на все готов. Он ведет личную переписку, он общается вживую в офисе, он проводит домашние встречи, вебинары, он не боится публичных выступлений, он готов обучать своих партнеров. То есть он уже готов дальше дублицировать свою систему обучения, свою систему подачи информации. Система выращивания ключевых партнеров очень важный пункт в системе работы, и очень важно на это уделять особое внимание. Как выявить ключевых партнеров? Конечно, они выявляются иногда при регистрации. Люди приходят готовые, приходят многие сейчас на личный бренд, я активно его разбиваю, работаю по теплому рынку, но если это холодный рынок, важно создать массовый рекрутинг. Создаем поток людей, регистрируем абсолютно всех, ни за кого не принимаем решения. Как я всегда говорю, только время покажет, кто будет бизнес-партнером, кто будет лояльным потребителем, кто возьмет каталог в руки и будет получать немедленную прибыль. Создавая таким образом поток людей, мы регистрируем под последнего новичка, либо они включаются сразу, либо перед терминацией, когда мы повторно идем сопровождать нашу команду и начинаем обзванивать наших партнеров. И когда уже я говорю о том, что под вами уже 50-100 человек, а через год будет 1000, если каждый из них совершит покупку хотя бы на 1000 рублей, товарооборот вашей организации будет примерно 1 миллион рублей. И вы при выполнении определенной квалификации, при выполнении определенных условий можете получить очень хорошие деньги. 100 тысяч рублей вам на сегодняшний не помешает? Вот многие начинают уже спрашивать, откуда там люди, откуда деньги. И многие через три каталога перед терминацией начинают уже понимать бизнес абсолютно другими уже там цифрами и начинают уже включаться очень многие именно перед терминацией. Дальше наша задача выявить таких активных людей, активных ключевых партнеров, и наша задача научить их создать поток людей на регистрации, для того, чтобы уже им найти своих ключевых партнеров. Очень важно делегировать. Не нужно бояться давать информацию нашим новичкам. Если человек вышел на связь, если он активен, если он готов для общения, моя задача начинать давать ему задания. Зарегистрировать, дать первые шаги для новичка, давай вместе проведем планерку, давай ты послушаешь, как я провожу скайп-собеседование. Моя задача научить лидера, передать ему все свои навыки, а дальше он уже будет самостоятельно заводить тех партнеров, которых я регистрирую к нему в организацию, к нему в команду. То есть я работаю сейчас именно вот с верхушкой, а дальше уже научись сам, научи партнера и научи своего партнера научить своего партнера. Акценты в запуске новичка есть у всех. Самое главное, ни за кого никогда не принимать решения. И моя задача рассказывать о всех возможностях нашей компании. Если когда я начинала бизнес, я говорила, мы работаем без продаж, без каталогов. Я знаю, что я допускала ошибку, потому что если говорить так, люди не будут приходить, которые любят продавать. А мы все знаем, что такие люди есть. И очень важно рассказывать абсолютно о всех возможностях, начиная всегда с бизнеса. То есть я приглашаю на бизнес, дальше снижаю планку до продукта. И таким образом в моей организации сейчас очень много партнеров, которые именно продают по каталогу. И вот если, например, взять в целом до 70 тысяч баллов, например, на структуру, там порядка 10 тысяч баллов, это продавцы. Поэтому никогда не нужно говорить о том, что там конкретно только бизнес или только продукт. Рассказываем мы о всех и ни за кого не принимаем решения. Акцент очень классный был на 72 часа. Я вот пользуясь случаем, хочу сказать, что это очень важный фокус в бизнесе 72 часа. И сейчас приходится делать мотивацию для своих партнеров, чтобы они активировали своих новичков так же, как раньше, именно на 72 часа. Это срок, когда партнер горит, когда у него глаза горят, он готов на все. И если с ним вот успешный старт для нас, быстрый старт созвонится именно в течение 72 часов, то у нас была статистика очень хорошая. Мы запускали новичков в 50%. Стартеры, 50% рекруты, из 50-50% это квалифицированные рекруты. И вот за эти 72 часа очень важно созваниваться с вашими новичками. У меня всегда фокус такой. Вебинар про бизнес после регистрации, до регистрации я даю минимум информации. То есть достаточной для именно человека, чтобы зарегистрировать. Должна какая-то быть всегда у меня интрига. Все, что нужно делать, посмотрите, зарегистрируйтесь, посмотрите вебинар про бизнес, а дальше мы с вами созвонимся, я вам расскажу о направлении, как вам дальше строить бизнес. Почему дальше? Потому что некоторые смотрят вебинар про бизнес и понимают, что им сложно, они пока не готовы. Важно в этот момент дать им возможность выбора. Вот на таком созвоне я уже говорю, что если я разговариваю с человеком, спрашиваю про правила 3П, готов, 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 и он говорит да, 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 моя задача – ждать задание. Либо спиши список знакомых, либо давай на доски объявлений, либо на социальные сети пиши, там создаем странички. Но если человек говорит, я чувствую по голосу, что немножко не готов, моя задача – дать ему возможность стать лояльным потребителем и тем не менее активировать свой номер, чтобы он остался с нами в бизнесе. Потому что пройдет время, он включится уже на результат. Я всегда говорю на языке выгоды. Для чего мои партнеры должны делать то или иное действие? Рекрутинг, организация личного товарооборота, обучение. Что они получают в результате? Когда я говорю про организацию личного товарооборота, акцент всегда на данный слайд. И очень интересная ступенька, 15% – это возможность путешествий от компании. Я всегда говорю, хочешь, что нужно для этого сделать? Очень простые действия. Если ты хочешь организовать товарооборот 3000 баллов, достаточно пригласить тысячу человек помыться, купить себе шампунь. А можно всего пригласить 20 партнеров и научить их организовать товарооборот 150 баллов. Так вот, нужно говорить так, чтобы наши партнеры, те, кто приходят в бизнес, с первых дней делали товарооборот 150 баллов. Что они получают в результате? Важно доносить, что компания платит не за перепись населения, компания платит за созданный товарооборот. Факты налицо. Это рейтинг лидеров по рекрутированию нашего новосибирского филиала. Мы, как правило, супругом на верхней ступени лидеров по количеству рекрутов, квалифицированных рекрутов. И мы стараемся эту тенденцию сохранить. И хотелось бы в заключение сказать. Мы все приходим в систему работы нашего спонсора. Но только от нас зависит, какая система работы будет у нас. Спасибо. Надежда Санникова, большое спасибо. Спасибо. Ну вот, как раз, наверное, это еще один пример того, что действительно системы могут отличаться какими-то методами, какими-то подходами, могут быть свои какие-то фишки. Но самое главное, чтобы это была система, и чтобы мы практиковали одни и те же вещи какое-то продолжительное время, определенное время, непродолжительное, прежде чем это даст результат. Но я думаю, что, Надя, система очень интересная, но, наверное, как и большинство людей, у меня особое внимание привлекли скайп-собеседования. И, в принципе, для меня тоже такой некий мостик, потому что всегда, когда я знаю про MLM, мы с каждым человеком лично разговариваем. Мы делаем презентацию возможностей Reflame, после этого мы выявляем потребности и так далее во время нее, мы проводим успешный старт. Правильно ли я понимаю, что как раз эта фишка со скайп-собеседованием также предполагает, что у вас в любом случае есть личное общение с каждым новичком? Либо у вас кто-то проходит через скайп-собеседование, а есть люди, которые проходят другим потоком и через них не проходят? Но только личные регистрации. Либо если я запускаю, к примеру, новую структуру, я беру, конечно же, как правило, в первую линию партнера, который приходит на серьезные, долгосрочные отношения, я его обучаю, говорю ему, приглашай на меня как на спонсора. Это как обычно в классике, работая с теплым рынком, я ему говорю, пиши список знакомых, я, как правило, отправляю всех новичков именно на теплый рынок. И они приглашают в скайп, закрыто, так же, как стандартно, классически приглашают на встречу со спонсором, на проведение, для того, чтобы рассказать информацию про бизнес. Они приводят просто в скайп, я рассказываю, новичок слушает, и слушает кандидат, я провожу скайп-собеседование, трансляция идет через вебинарную комнату. Это не только скайп-собеседование, созвоны с новичками я также стараюсь проводить самостоятельно до того времени, чтобы мой партнер был готов взять на себя уже ответственность и самостоятельно и скайп-собеседование проводить, и планерки с новичками. То есть есть какой-то некий критерий, до которого вы готовы для него проводить скайп-собеседование, точнее, он приглашает людей на вас. С какого-то уровня он это будет делать самостоятельно? Жестких критериев нет, я могу проводить и 10 раз, и 20 раз, но я сейчас делаю это меньше, чем раньше, потому что чем скорее партнеру дать возможность это сделать самостоятельно, это можно хитро сделать, извини, мне некогда у меня сегодня, мужа нет рядом, дети тут кричащие, и партнеру уже ничего не остается, он начинает делать самостоятельно это проводить собеседование. Либо он начинает это делать, либо он уже никогда не начинает, потому что, конечно, не все говорящие партнеры, кому-то удобно переписываться, у них это прекрасно получается. Я, как правило, рассказываю про все способы подачи информации и говорю сразу, я готова проводить тебе скайп-собеседование столько, сколько нужно, если ты видишь себя дальше проводящим скайп-собеседование. Если ты не готов дальше, у тебя там ребенок маленький, которого нельзя, как мне, к примеру, с супругом отправить в отдельную комнату и проводить скайп-собеседование, то можно и не начинать тогда. Тогда становимся профессионалами. У него другой способ будет приглашение и сопровождение. Конечно, мы должны быть гибкими, да. Тогда ты можешь тренироваться переписками, бизнес-предложениями, приглашать на встречу, использовать ролики и так далее, и так далее. То есть мы должны быть профессиональными и как бы во всех инструментах. Все понятно. То есть вы нацеливаете людей на такой замечательный, удобный способ скайп-собеседования, но если они не испытывают в этом какого-то неудобства, у них есть другие способы. Также мне нравится, то есть фактически здесь, ну если мы сравниваем, как вы говорите, с классикой, здесь полное соответствие. Да, у нас есть встреча возможностей Reflame, которые до какого-то уровня действительно задача новичка просто приводить к спонсору, и спонсор будет их проводить. А уже там с уровня тоже условно, там, я не знаю, менеджер, например, да, это уже будет задача самого теперь уже менеджера. Мне также обратилось внимание на то, что это еще, опять же, как и в классическом подходе, это хороший способ обучения, то есть дуплицирования. Сам кандидат на вас смотрит, и еще вы говорите, что они выложены, да, у вас на слайде было, что скайп-собеседования выложены, их можно посмотреть. Они в закрытом доступе только для партнеров? Нет, это все открыто на канале YouTube у меня. Весь канал YouTube у меня открыт, и я знаю, что очень многие партнеры, лидеры на нем обучаются. Да, отлично. И вы говорите, что еще это и транслируется в вебинарную комнату. То есть, опять же, люди, у которых есть ссылка, ваша организация, они смотрят, как вы сейчас проводите собеседование с... В вебинарной комнате, потому что в скайп заводить людей там 10-20 невозможно. Примерно можно 5-7, тогда будет качество связи неплохое. Но я говорю уже из практики, себя чувствует немножко некомфортно кандидат, потому что люди, которые сидят разными аватарками, там будут новички, там с головой слона, или там, ну, собственно, еще многие в тот момент обучающие, обучаются, и поэтому я приняла решение, что это будет кандидат, это будет партнер, которого я обучаю, а все остальные через вебинарную комнату. Все верно, да, все понятно, хорошо, понятно, другие на этом учатся. Супер, спасибо. У меня здесь какая мысль? Спасибо большое. У меня мысль возникла, конечно, что очень интересные фишки. Мне, конечно, с каждым разом все больше и больше кажется, что они имеют абсолютно полное сопоставление с теми методами, к которым многие из нас привыкли. Это действительно личное общение, это действительно объяснение возможностей, это при этом обучение новичка, который на это смотрит, и при этом это еще и возможность набора методов, системы, инструментов, которые просто помогают нам, да, в развитии этого бизнеса. И также, что здесь важно, честно говоря, про себя могу сказать, что у меня лично возникло ощущение после этого блока, что наши спикеры рассказывают, делятся с нами своими методиками, и ты с каждым разом понимаешь все больше и больше, но чем больше я знаю, тем больше я понимаю, что я не знаю, хотя многое стараемся знать. Поэтому здесь для тех из вас, у кого тоже появилось ощущение, что он уже все больше и больше понимает, но при этом он все еще чего-то не знает, я думаю, что у огромного количества людей, которые нас в прямой трансляции сейчас смотрят, может быть, у нас получится сделать еще один шаг к тому, чтобы как можно больше не знаю превратилось в знаю, потому что я могу вам сказать, что здесь как источник экспертизы сама компания не может выступать действительно самым главным советчиком. Мы вот у Марии попросим инструмент нам сделать, который нам поможет продавать один инструмент, рекрутировать автоматически другой инструмент, но, конечно, за методикой, за системой, за тем, как это работает, мы обращаемся всегда к лидерам, и именно это мы сделали, создавая курс онлайн-навыки успешного лидера. Я могу вам сказать, что в принципе сама идея элементарная по своему посылу родилась еще два года назад. В 2014 году появился сначала блок модулей тренинга в формате PowerPoint презентаций, который назывался «Курс навыки успешного консультанта». И именно там наши около 400 активных лидеров со всей России поделились конкретными, четкими, понятными фишками, как работать консультанту с момента того, как он присоединился, и вот что теперь ему делать, дальнейшие шаги вплоть до уровня лидера. Там и борьба с возражениями, там и как рекомендовать wellness, показывать каталог, составлять список знакомых, все очень-очень такие наземные, мы называем их примеры. Эта инициатива имела колоссальный успех. Если вы потом в перерыве попробуете посмотреть в YouTube и набрать просто навыки успешного консультанта, вы увидите, какой резонанс этот курс действительно имел, потому что в YouTube есть огромное количество видео, которые сняты самими лидерами, это могут быть даже фрагменты вебинаров, либо видео, которые по этим модулям проводят свои занятия. Если у нас есть вебинар, отличная тема, взять одну из тем этого модуля и ее включить. Конечно, следующим этапом успеха этого курса был этап, когда мы выпустили книгу одноименную, и мы ее презентовали на конгрессе, и она прямо вот после слов, что мы ее сделали, она закончилась на складе. Сразу же через полчаса мы допечатывали два раза тираж. И, конечно, тогда мы поняли вместе с нашими лидерами, что такие наземные примеры, как растет консультант, мы на них ответили. Теперь бы нам хорошо вернуться к системе для лидера. Какая сегодня она актуальна? Мы знаем ее основы, но какая она сегодня актуальна? Какие у нее есть сегодняшние нововведения? Что работает сегодня? Мы снова собрали наших лидеров во всех филиалах, где есть Арифлейм. У нас в каждом филиале была рабочая группа, которые сделали также 10 модулей именно по системе развития лидерства. И потом на прошлое, и потом еще на Конгрессе мы точно так же эту тему дополнили с помощью участников нашего Конгресса. Зная уже, что все равно наши потребители этого курса потребуют сразу книгу, мы сразу же сделали и презентацию, и книгу. Книгу тоже мы продали многотысячным тиражом и совсем недавно пополнили тираж. Он тоже сегодня есть в нашем сайте, в разделе бизнес-аксессуаров. То есть, навыки успешного консультанта, навыки успешного лидера, эти курсы есть. Но самый часто популярный задаваемый нам вопрос с самого первого дня, когда мы выпустили книгу навыки успешного лидера, которую мы стали получать, от лидеров любого уровня, это когда же у нас появится курс, который будет учить навыкам использования онлайн-методов для того, чтобы также развивать свой бизнес. Но здесь уж понятное дело, было, что мы видели успешную модель, с которой мы уже создали два курса, а плюс у нас в данном случае не было никакой другой альтернативы, кроме как интервьюировать наших лидеров-профессионалов, которые в этом получили большой опыт, у нас другого выбора, собственно говоря, и не было. И у нас ушел год на то, чтобы эту работу провести, проинтервьюировать большое количество наших успешных лидеров, которые с успехом используют онлайн-технологии в развитии своего бизнеса. И мы создали курс онлайн-навыки успешного лидера. И именно лидера, да, потому что вам действительно нужно быть лидером, чтобы начинать развивать свою систему. И именно об этом курсе сейчас пойдет речь. Его цель, так же, как и в предыдущих курсах, кнуках, курс навыки успешного консультанта, это предложить вам четкие, емкие, практичные тренинг-модули, которые будут покрывать весь путь лидера, который хочет снабдить свой бизнес работающими современными онлайн-технологиями. И целевая аудитория этого курса – это консультанты, которые, обратите внимание, владеют классической традиционной системой роста «Варифлейм», которые понимают нашу систему бизнеса. Но при этом, хочу обратить ваше внимание, люди, которые имеют базовые навыки работы с компьютером и с интернетом, которые готовы обучаться самостоятельно. Я думаю, что все, кто присутствует в зале, все, кто с успехом использует онлайн-методики, наши эксперты согласятся со мной, что не может быть в любом случае методики, когда мы тебя посадим перед собой, пару раз тебе расскажем, ты говоришь, а, все, я понял, и пошел работать. Самообразование, самоработы, самообучение будет в любом случае много. Рекомендуется литература, соответствующие сайты, что сегодня сделала Ирена. Она рассказала нам кучу конкретных примеров, рассказала нам, как это делает она, а потом написала нам ссылки, где мы можем об этом почитать еще больше. Вот такой же пример. Поэтому, если у нас есть лидеры, которые думают, отлично, сделали курс, я посмотрю с первого слайда по последней, и я, ура, специалист в онлайн, это не совсем так. Вы должны, перед тем, как приступить к изучению курса, вы должны знать, что такое YouTube, как на нем смотреть видео, в идеале, как его туда загрузить. Я надеюсь, что к этому моменту каждый приступающий к этому курсу уже организовывал вебинары, их проводил, как минимум знают, что такое имейл-рассыльщики и так далее. То есть, самое главное, какой-то базовый уровень использования интернета и готовность много времени тратить на обучение. И так, как я уже сказал, нам нужен был только работающий, самый результативный, современный и немаловажно этичный опыт. Поэтому мы именно избирательно подходили к тому, какой опыт, как, у кого мы берем. Мы обратились к лидерам Арифлейм СНГ в этом случае. И мы обратились к ним с вопросом, какие онлайн-методы сегодня у вас действительно эффективно работают, какие онлайн-инструменты в вашем бизнесе дают сегодня результат. Лидеры нам подробно ответили. Это были очень подробные интервью, конечно же, с использованием скайпа, конечно же, записываемые, потому что мы потом несколько раз к ним возвращались. И у нас была создана онлайн-группа сотрудников, которые, собственно говоря, и инициировали ее, они проводили эти интервью, они провели колоссальную работу в течение года по структурированию этого, собиранию этого всего вместе для того, чтобы нашими глазами мы могли посмотреть на эти навыки. И, пользуясь случаем своих коллег, благодарю за эту работу. Наша онлайн-группа соединила этот опыт. И в итоге мы получаем курс «Навыки успешного лидера», который состоит из трех больших модулей. Это PowerPoint-презентации. И, забегая вперед, сразу же вам скажу, что книги не будет, потому что, ну, это несколько иронично, учить в книге методом онлайн. Более того, когда вы увидите формат, вы поймете, что в книге это невозможно сделать, ну, разве что, если на 3D каком-нибудь принтере печатать эту книгу. В рамках каждого модуля у нас будут темы, много тем, очень много тем. И эти темы будут в разных форматах. Это будут PowerPoint-презентации, иногда это будут озвученные голосовые презентации, в тех случаях, когда мы хотели бы дать комментарии, что-то пояснить. В некоторых это будут прямо видео, которые мы записываем с эффектом захвата экрана, мы показываем, куда заходить, что делать и так далее. Какие это три модуля? Первый модуль. Для начала нужно понять вообще систему. Да, сегодня наши спикеры говорили, у вас должна быть система, она должна быть работающей. Поэтому первый модуль – это система развития лидерства с использованием онлайн. Далее. Второй модуль – это обзор инструментов, которые вам нужны, чтобы эта система у вас работала. И этому посвящен второй модуль и третий модуль. Они про инструменты. Только второй модуль расскажет вам об инструментах, которые существуют внешне сегодня, чтобы вы свой бизнес развивали с их помощью. А третий модуль расскажет вам о внутренних, о Reflame корпоративных инструментах, которых у нас огромное количество. И иногда мы даже аплодируем новости о каком-нибудь новом приложении, которое, оказывается, уже год у нас работает на самом деле. Поэтому мы собрали все вместе. Там, опять же, в формате и озвученных презентаций, и видео, для того, чтобы можно было понять, и как разместить заказ, и так далее. Сейчас детали вам покажу. Соответственно, к чему нужно быть готовым, когда мы хотим работать с курсом? Очень важно, кстати, вернусь по поводу модулей, что если, например, у кого-то из вас отлично работает уже система онлайн-сопровождения вашего бизнеса, она есть. Замечательно, вы можете просто пройти, ну, в смысле, в сторонку отложить. Этот модуль вы можете начинать со второго, для того, чтобы ваши консультанты, кто растет, у вас просто знали эти инструменты, начинали их изучать. Соответственно, к чему нужно быть готовым? Важно пробовать сразу же, не откладывать на завтра, пытаться понять, прочитал что-то, тут же сделал, попробовал, набил руку, и пытаться разработать свой метод. Это так же в классике всегда, мы с тобой говорили, что вы, конечно, нас слушаете, но полностью под копирку повторить вот мое приглашение в бизнес вряд ли получится, нужно что-то добавить свое, что у вас хорошо идет. Поэтому этот курс необходимо рассматривать как рекомендацию в работе, которую мы собрали, аккумулировали от разного количества лидеров, а у них у каждого разный какой-то был свой подход. Соответственно, готовьтесь что-то из этого пробовать и новое привносить, что-то именно ваше. Второе, конечно же, сохраняйте баланс. Сегодня, это не на словах мы говорим вам, баланс онлайн и оффлайн, не бывает только чего-то одного. Сегодня вы видели пример потрясающего роста, который конкретный, в статистике можно было увидеть и в примере Юлии, и в примере Надежды, но мы специально на этом останавливались, я задавал уточняющие вопросы. Как в первом случае, так и во втором случае, это абсолютно четкое взаимодействие и оффлайн, и онлайн, и это методы, которые отлично себя зарекомендовали в оффлайн, они просто в какой-то момент, и некоторые методы оцифрованы, автоматизированы для того, чтобы удобнее это делать. Но это по-прежнему общение, и в этом случае мы от него никуда не денемся. Поэтому баланс в этих методах, конечно, очень по-прежнему важен. Далее нужно понимать то, что уйдет много времени на то, чтобы эта система заработала. Готовьтесь уделять много времени самодисциплине и самообразованию. Я по поводу самодисциплины знаю по себе. Я вот сажусь делать вот эту презентацию, которую мы с вами сейчас смотрим. Мне нужна какая-нибудь картиночка, как камушки выстроены. И тут я обращаю внимание на какой-то баннер, на какое-то письмо, которое мне пришло, и на полчасика я от презентации отхожу. Ну, как бы я думаю, что это понятная тема. И то, что нужно уделять много времени самообразованию, мы об этом уже поговорили. Но еще важный момент, что здесь не бывает такого, что я выучил урок, и я теперь его сдал, я выучил, и он навсегда со мной. Эта индустрия настолько быстро меняется, что раз в квартал, когда мы откроем весь курс, мы планируем его обновлять в тех моментах, что уже поменялось. Это не значит, что вчера была модна, там, я не знаю, блог вот такой-то, платформа для блогов, а сегодня она уже не самая популярная. Это не только значит, что вчера кто-то еще пользовался Аськой, а сегодня говорят, что пользуются, есть такие люди, я не знаю, лично не видел давно. А даже не в этом. Даже тот же самый Яндекс, который мы используем, Facebook, Одноклассники, они внутри себя выпускают новые регламентировки, какие-то регулировки, которые, если только самый следящий читает их пресс-релиз и знает, что они изменили свое отношение, на каком количестве людей мы блокируем, например, группу. Они просто это собрались и без уведомления они это изменили. Даже вот такие вещи нужно отслеживать. Поэтому нужно быть готовым, что мы должны быть готовы отслеживать эти изменения. Что еще важно? Последовательность и отработка каждой темы. Как иногда мы любим? Огласите весь список, пожалуйста. То есть давайте я прочитаю сейчас все, я пройду все видео, я посмотрю все модули, потом назначу себе день, когда я начну. Здесь важна последовательность. Мы смотрим тему за темой постепенно. Мы открыли первую тему, мы ее посмотрели, видео либо презентацию, попробовали, сделали, имплементировали. Вторую тему открыли и ее. Потому что если вы три модуля всего, но даже если вы первый сразу же почитаете за один раз, пар из различных частей тела мы гарантируем точно, ну, по себе говорю. Соответственно, далее нужно понимать, что всегда уходит время на отработку любой системы. А вы уже это попробовали? Да, попробовали. Хорошо. Нет, я уже от этой системы отказалась. Ну вот мы два раза провели, не получилось, никто не пришел. Для того, чтобы система заработала, она, конечно, должна работать какое-то время. И каждый себе устанавливает свое время, да, но она должна заработать не один месяц для того, чтобы мы эти результаты увидели. Поэтому система работает в случае дисциплинированной, длительной ее отработки. Если мы договорились делать, я не знаю, там, вебинары, даже если к нам никто не пришел, значит, мы друг с другом будем тренироваться, их проводить, но мы отработаем те месяцы, которые мы положили, на то, чтобы эта система работала. Итак, три модуля этого курса. И я быстро вам покажу, из чего они состоят. Первый модуль – это сама система. Нам важно понять систему. И здесь, в принципе, мы построили темы этих модулей так, чтобы для тех, кто так же, как и я, такой крепкий традиционалист, классицист и знаком больше с этой частью бизнеса, чтобы все реалии онлайн-инструментов, которые мы можем применить, они были нам понятны. Для начала в этой системе мы разберем, для начала нам нужно собирать контакты, которые потом будем рекрутировать. Поэтому первая тема – создание потока кандидатов. И здесь я не буду проходиться, но посмотрите только на одну тему первого модуля, сколько у нас презентаций. Отдельная презентация – имейл-рассылка, отдельная презентация – сайт, отдельный блог, мессенджеры, сайты о работе, контекстная реклама, социальные сети, YouTube-канал. Понятно, YouTube-канал. Сейчас мы ведем трансляцию в YouTube-канале. Как его использовать в данном случае именно для сбора контактов. Далее Instagram, отдельно Skype, отдельно Periscope, отдельно форумы, отдельно работа с досками объявлений. Это только одна тема первого модуля. Мы подробно показываем все эти темы. Далее, опять же, мне как классику понятно, что мы собрали контакты, есть с кем говорить, давайте рекрутировать, давайте приступать к регистрации. И здесь у нас вторая тема этого модуля называется система рекрутинга. То есть для нас это понятие конверсии из подписчиков в рекруты и их активация. Какие темы отдельные будут в этом модуле и в этой теме. То есть, если мы говорим о рекрутировании, у нас рекрутирование через сайт или через блог, рекрутирование с помощью мобильных мессенджеров, рекрутирование через Skype-собеседование, рекрутирование через виджет для рекрутирования, Машенька. Мы уже его сюда включили. У нас рекрутирование на тематических форумах, рекрутирование через имейл по базе автособеседования и так далее. На каждая отдельная тема, на каждая отдельная презентация. После этого у нас есть люди, они зарегистрированы. Нам важно их сопровождать, нам важно их активизировать. Они должны совершить первый заказ и сделать то, что мы от них хотим. Какое-то первое действие. И здесь у нас тоже это все первый модуль, насколько вы помните. И это идет следующая тема в каждой из презентаций. Что-то, что понятно, простое, это презентация. Что-то, что немножечко посложнее требует, может быть, нашего какого-то объяснения, это озвученная презентация. Мы идем прямо в этот ресурс, создаем там ссылку, смотрим, как он работает, и это будет отличный инструмент. Здесь, опять же, мы, если говорим о сопровождении, то это правильная имейл-рассылка по структуре, это мобильные приложения Арифлейм, чаты и переписка с помощью мессенджеров, группы в социальных сетях, снова YouTube-канал, но уже для сопровождения людей, это немножечко другие акценты, будут использование Инстаграма, планерки через Перископ, планерки через Скайп, обучающие вебинары, облачные хранилища с обучающими материалами, это тема этой части. Далее у нас люди стали активными, размещают заказы и говорят, конечно, мы хотим пойти по лестнице успеха, теоретически, мы готовы быть партнерами, мы готовы быть ключевыми вашими партнерами, тогда нам важно выявление и развитие этих ключевых партнеров и их сопровождение. Здесь включается новая тема, которая будет состоять из вот таких вот тем. это имейл-рассылка по структуре, это продуктовый блок, блоки с акциями, новостями, чат и переписка с помощью мобильных мессенджеров, группы в социальных сетях, ютуб-канал теперь уже в этом рассмотрении, инстаграм, чат и переписки, продуктовая коммуникация через Перископ, я надеюсь, что у нас большинство хотя бы имеет представление, что такое Перископ, продуктовые, мотивационные вебинары и так далее. Я, в принципе, наверное, может быть так получается, что больше пугаю, чем презентую сейчас этот модуль, но именно поэтому у нас есть для этого решение, чтобы это все было не так страшно. Так мы работаем над поддержанием, так мы работаем над развитием ключевых партнеров. Скайпы, планерки, собрания, планерки через вебинарные комнаты, закрытый блок для ключевых консультантов, закрытая группа для ключевых консультантов в соцсетях. В общем, вы видите, что здесь есть полный спектр. Еще раз хочу сказать, что если бы не наши успешные лидеры, которые с успехом уже применяют эти методы, у нас не было бы этого инструмента. Это исключительно их опыт, на котором и мы сами, создавая этот курс, учились. Далее, вот из таких, в принципе, тем дополнительных будет состоять этот модуль система развития лидерства. То есть будут еще более четкие конкретные темы, такие как описание, детальный разбор, общие схемы построения бизнеса, источники потока, откуда брать людей и кандидатов на рекрутирование, рекрутирование через доски и объявлений, в социальных сетях и так далее. Вы видите, здесь есть собеседование, сопровождение, шаблоны сообщений и писем. Все это здесь есть. Но вы помните, что наш курс состоит из трех модулей. И когда мы поговорили про первый модуль, у нас есть второй модуль, это обзор онлайн инструментов успешного лидера. Система теперь будет понятна, система ясна, допустим. И теперь нам нужно с легкостью владеть всеми инструментами, с помощью которых система будет работать. Поэтому мы сначала во втором модуле занимаемся внешними инструментами, теми, которые сегодня есть для того, чтобы этот бизнес работал. Это установка Skype, основы работы с видеохостингом YouTube, программы для записи и редактирования видео, что сегодня очень важно, инструменты сервиса Google, удаленное администрирование с помощью TeamViewer, сервисы для создания блогов, мобильное приложение для бизнеса. Здесь у нас есть создание сайта, сервис видеотрансляции, который как раз он и есть, Перископ, инструменты сайта Reflay, мобильные приложения. И третий модуль нам подробно рассказывает уже о тех инструментах, которые есть в Reflame, корпоративные инструменты. И я могу вам сказать, что их не меньше, их огромное количество. И иногда мы что-то действуем по интуиции в отношении с ними, а некоторых мы даже не знали. Здесь, благодаря этому курсу, у нас будет отдельная презентация, либо отдельное видео на каждый из существующих инструментов Reflame. Например, отдельная презентация, как зарегистрировать новичка в Reflame, процесс регистрации на сайте, как исправить почтовый адрес, как оплатить заказ, тоже важно, как получить заказ, как посмотреть историю заказов на сайте, как оформить и посмотреть подписку на продукты Wellness. Четкое видео с пошаговой инструкцией. Где на сайте найти информацию по пробникам? Как заказать продукт с 50-процентной скидкой для участников премьер-клуба? Потому что слышал я, что у тех, кто впервые это делает, тоже могут возникнуть двусмысленность. Как найти ответ на любой вопрос на сайте? Как работать с отчетами по структуре? Активация личного кабинета? Как работать с Е-каталогом? И так далее. У нас действительно описана каждая тема. Я думаю, что после этого мы действительно в этом будем разбираться. Ну а теперь, для того, чтобы не было так страшно, я вам расскажу, как мы будем запускать этот курс. Потому что все не так просто. Это не будет так, что мы вот вам выложили все PowerPoint-презентации и видео, и вы пользуетесь. Потому что иначе это как раз будет, представьте себе, что человек пришел в школу, сел за парту в первый класс, вечером выпустился из 11-го. Вот это будет примерно то же самое. Этого невозможно сделать. Поэтому запуск, вы присутствуете при историческом моменте. Запуск происходит сейчас, 6-го апреля на Конгрессе. 20-го апреля мы откроем первую часть первого модуля. И мы будем открывать каждую новую часть раз в две недели. Чтобы у людей действительно было две недели работать только с этой частью, с этой темой. Ее попробовать, на себе отработать, увидеть плюсы и минусы, записать вопросы, ответы. И после этого, через две недели, мы открываем следующую часть. Поэтому запуск этого курса будет, конечно же, распределен по времени, но я уверен, что именно это даст нам возможность действительно во всем разобраться. То есть дальше это будет такая очередность. Этот тренинг будет выложен на наш сайт. Мы будем всегда информировать рассылкой о том, что будет открываться новая часть. Мы будем делать отчеты обратные до того, что осталось столько-то дней до открытия следующей части. И как говорят в детских страшилках, девочка, девочка, убедись, что ты успела изучить предыдущий модуль, потому что к тебе надвигается уже следующий модуль. В общем, я хочу сказать, дорогие друзья, спросите у вас, как вам нравится эта идея. Хочу поблагодарить искренне наших экспертов и каждого онлайн-лидера, которого мы с пристрастием интервьюировали. Каждый здесь присутствующий знает, кого мы интервьюировали, но и вы все об этом узнаете, потому что их имена, фотографии обязательно будут в этом модуле. Вы всегда знаете, кто стоит за этой системой. И я абсолютно уверен, что благодаря этому курсу каждый из нас действительно станет настоящим профессионалом в области онлайн и он сможет... Энергия у нас зашкаливает, конечно. Вот вам действия онлайна. Меня видно, как минимум, нет? Что-нибудь. Я надеюсь, что сейчас у нас... Вы что, я сразу сказал, у вас сидите, вот у нас, смотрите, стоят вот тут... Я не знаю, у нас... что-то там происходит. Там у нас на пультовой кто? Да, Юра. Олег, Олег, ты на пультовой? Дима, да-да, сейчас разберемся. У нас все в порядке, нет? Что разбираться-то? Что разбираться-то? У вас все не в порядке. Вы в темноте сидите. Я говорю, у вас человек что-то со сцены говорит, они сидят с этими гаджетами. Я не слышу ни слова, что говорит кто-то. Да это гаджеты, они нужны нам для работы, мы без этого не можем работать. Да как не можно работать? Слушайте человека, он говорит, уберите свои телефоны... Да подождите, ну вы ничего не понимаете. Так, я не понимаю. Валер, дай свет. Валер, Валер. О, ура, у нас свет есть. Что там происходит, Олег? Я не понимаю, да? Он мне говорит, я ничего не понимаю, да? Укодай мне изображение. Я дружу в «Отноклассниках» сижу, что купил и как покушал всему миру расскажу. А еще размещались в лесу, а потом читаю мои дюроки по вечерам. Оп! Грунче! 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 Добро пожаловать команда Reflame! Подпевайте! Громче, громче, Reflame! Добро пожаловать в Петербург! Самый приятный город на земле! Мы рады вам, вы рады нам! Поем все вместе! Поехали! Раз! Раз! Раз, два, три! Эй! Вместе! Весело идти! Для того, чтобы быть успешным, нужно здесь баланс найти! Аплодисменты самим себе! Айда, молодцы! Дмитрий, простите, что мы вас прервали, можете продолжать. Никто не устал, все в порядке. Мы готовы слушать дальше? Я думаю, что вам нужно извиняться не за то, что прервали, а компенсировать количество тенатена, фенебута, которые мне придется теперь покупать. И вот этот вот нервный стресс, который получен. Я не знаю, что нам сейчас на кофебреки будут давать. Я думаю, что кофе здесь не обойтись после этого. Отличный пример командности, который продемонстрирован нашими сотрудниками, нашими лидерами, которыми в этом поучаствовали замечательно. Мы каждым из вас. И, конечно, еще один замечательный пример баланса онлайн и офлайн, к которому, собственно, мы вас и призываем. Я хочу, чтобы мы огромнейшими аплодисментами еще раз поблагодарили наших замечательных экспертов, благодаря которым этот блог нам удался. Юлия Фадеева, Надежда Санникова, Мария Швец. Спасибо вам большое. Спасибо. Дорогие друзья, я думаю, что вы помните, мы договаривались с вами вчера о правилах предпринимателя. Это, конечно же, активность и выносливость. Поэтому я вам хочу сказать, что это еще не все эксперты в онлайн-блоке. А онлайн-блок не закончен. Сейчас мы с вами переходим в кофе-зону, чтобы чуть-чуть прийти в себя. Мне так точно надо. И через 25 минут, ровно в 18.45 мы встречаемся здесь, потому что у нас есть еще очень важнейший, самый потрясающий спикер, который также поделится своим онлайн-опытом. Поэтому в 18.45 без опозданий мы с вами продолжаем здесь демонстрировать активность и выносливость. До встречи.